В поиске двух казахстанцев, находящихся в Непале, Ольги Тропыниной и Айбека Мохамбетова, продолжаются, сообщили сотрудники посольства Казахстана в Индии. Установили связь еще с 15 гражданами Казахстана. Они не пострадали. Некоторые из них самостоятельно вылетают в Алматы. Тем временем правительство Непала пытается справиться с последствиями разрушительного землетрясения, но пока не очень успешно. Шок от стихийного бедствия сменился гневом. Десятки тысяч пострадавших разочарованы медленным реагированием правительства на кризис. Тысячи людей по всей стране уже третью ночь спят на улице, на тротуарах, дорогах и в парках. Многие в самодельных палатках. Больницы переполнены, не хватает еды и воды. Правительство не выделяет нам даже питьевой воды. Я даже не могу описать, как тяжело было пережить эту ночь. Было очень сложно без глотка воды. Помимо того, что надо искать приют на ночь, людям в столице приходится своими силами добывать воду и пропитание. Помощь ограничена и в основном направлена в пострадавшие районы вне Катманду. Тем временем сотни водителей буквально оккупировали эту АЗС, чтобы купить бензин. Большинство заправок были разрушены или закрыты ввиду нехватки персонала. Я объездил уже 5-6 заправок. Там нет бензина. Топлива не хватает. А здесь слишком много народа. У нас есть бензин, но людей слишком много. В очереди около тысячи человек. Люди боятся землетрясения. Они хотят покинуть Катманду. Огромные очереди выстроились и в международном аэропорту столицы. Туристы и жители отчаянно пытаются покинуть Непал. В страну, наконец, начала поступать международная гуманитарная помощь, которая измеряется десятками миллионов долларов, тоннами медикаментов и средств первой необходимости, тысячами спасателей со всех уголков мира. Однако, несмотря на это, прогнозы неутешительны. Эксперты аналитической компании АИЧС предварительно оценили ущерб землетрясения в 5 миллиардов долларов или 20% ВВП страны. А число жертв может достигнуть 10 тысяч человек, считает премьер-министр Непала. Диана Альшева, Жанар Байкон, РКЗ.